И доброго-доброго вам всем времени суток, дорогие друзья! С вами всё так же Blade Runner, мы всё так же продолжаем наблюдать за фасткапами на Старладдере и сейчас нас ожидает противостояние команды Wolves Ignite против Memis for Life и я ожидаю интересного противостояния. Здесь уже есть достаточно любопытные пики, Drow Ranger в первой стадии плюс Shadow Demon, стратегия, нацеленная на быстрое спушивание соперника и игроки из команды Wolves Ignite делают сразу же несколько хороших банов. Ребята забанили Вингу сразу же на второй стадии, как только стало ясно, более-менее стратегия и отказались от Бисмастера, двух очень хорошо помогающих при спушивании соперников, скажем так, героев. Ну и при всём этом стоит учитывать, что для Memis for Life остается доступен неплохой герой, который неплохо работает вместе с Drow Ranger и Shadow Demon, это Dazzle. В чём соль, в чём идея, скажем так, этого всего противостояния? Дело в том, что сам по себе Dazzle неплохо работает в комбинации с Shadow Demon. Shadow Demon даёт Disruption, Dazzle даёт захилл по появившимся иллюзиям. Это обилие физического урона и позволяет гонять с теста Хардера буквально с первой минуты. А по мане не столь требовательная комбинация, плюс ещё можно несколько тычек на отходе навешать. И в итоге это достаточно двух таких комбинаций, чтобы либо убить, либо прогнать с линии какого-то возможного соперника Хардвайнера. Причём вне зависимости от Хардвайнера, хотя, наверное, всё-таки Тимберсал как-то на уровне это к третьем пассивке смог бы подобное пережить, скажем так. А до этой минуты, скажем так, до этого момента, до наличия Тимберсала в игре, могут возникать у него проблемы. Ну да ладно, что ж. И третий пик тем временем Волвес и Найт должны делать. Может быть, они себе, кстати, заберут Dazzle, чтобы не оставлять его соперникам. Хотя в целом, на самом деле, Dazzle не столь опасен. И, может быть, ребятам стоит как раз-таки задуматься о... Нет, всё-таки решили они забрать для Dazzle и отдавать его соперникам. Ну, снова же. Стратегия достаточно стандартная. То есть, если у тебя нету, скажем так, возможности забанить героя, то можно его просто отобрать у противника, взяв этого Dazzle. Ими ребята из Волвес и Найт, если видят Хускара, наверное, должны добирать себе Оракла, который не очень хорошо работает в комбинации с Хускаром. Да и в то же время является сейвящим саппортом, настолько необходимым для Drow Ranger. Потому что если Drow Ranger не сейвить каждый герой, который к ней подбирается, а таких достаточно много, все блинкующие персонажи так или иначе быстро добираются до, соответственно, Drow Ranger, то у него могут возникнуть проблемы. Поэтому, думаю, в пятой стадии Mimes for Life должны будут забанить Phantom Assassin. Уж слишком хорошо Фантомка работает против Дровки. И это Легионка для Вольвес и Найт. Очень любопытный пик. Это Висп для Хускара в связку. Неожиданно, на самом деле, Виспа. Все-таки, думаю, появится Оракл. Несколько он получше смотрится. Но при всем этом Висп тоже может, соответственно, помогать Хускару. Наверное, даже и получше, чем Оракл. И в целом мне, наверное, комбинация и эта нравится. И что ж, Ласт Бан от Волвес и Найт. Даже не знаю, кого вам здесь стоит забанить. Какого-нибудь мидлайнера, который, действительно, очень хорошо бустится за счет Drow Ranger. Ну, какая-нибудь VR-ка может быть. У нее есть и связка, или минус воид делают сразу. А, ну, в принципе, учитывая, что здесь Хускар, то какая VR-ка может появиться. Нужно что-то в Хардлайн действительно было банить. И отказаться от идеи Вайда. Действительно, хорошая мысль. Но в тот же самый Хардлайн может пойти даже VR-ка. Почему бы и нет? Ну, кстати, в Memes for Life делают свой пятый бан. И стоит ожидать, наверное, все-таки, как я уже говорил, фантомку. И пока они выбирают для себя последнего героя, против которого они не хотят играть. Давайте-ка взглянем на их первый бан. И в первой стадии они отказались от игры против Сэн Кинга и Рикимару. Оба этих героя с блинками, скажем так. Один подкапывается. А другой, собственно, просто имеет блинк-удар. И, соответственно, могут стать проблемой для Drow Ranger. Плюс еще и все знают, что Сэн Кинг любит в фарминсе Блинк Даггер. А потом Суарк, думаю, по той же причине был забанен. Потому что уж очень легко он может преодолевать расстояние от Drow Ranger. А потом уже Ancient Operation и OD немного нестандартные, скажем так, баны. Но, не знаю, не знаю. В целом, наверное, более-менее адекватные под ситуацию. Что ж, Last Pick от Memes for Life. И это должен быть Хардлайнер. Мне нравится, наверное, идея Тайт Хантера. Потому что он может неплохо своих союзников защищать. Бей Рэвидж у него штука очень хорошая в Mass Fight. И, наверное, наверное, еще какой-нибудь... Нет, Тимбер точно не должен появляться. Так что бы Легионке помешать, который там будет фармить. Чтобы Легионке помешать. Dark Seer. Dark Seer, может быть, может быть, попробовать стоит. Нет, это Бэтрайдер. Кстати, тоже достаточно неплохой вариант. Бэтрайдер может мешать Легионке. Что самое главное, как бы может прервать ее дуэль. Достаточно просто ультануть в ЛЦ. И она уже, соответственно, бить своего соперника не сможет. А при всем этом, как бы, возможность убить Легионку остается. Что, как говорится, немаловажно. Так что посмотрим, посмотрим, что из этого всего дела получится. У вас пик от Вовас и Найт. И это должен быть Хардлайнер. И вот кого им взять? Ну, нужно кого-нибудь, кто неплохо сработает против Бэтрайдера, наверное. Абаддон как Хардлайнер, быть может, неплохо бы здесь сработал. Потому что он может, соответственно, своим афотик-щудом скидывать эффекты контроля. И всякие горящие копии от Хускара, яд там, от Шадоу Демона резистить. И в целом он, ну, хорош, как я уже говорил. Но при всем этом, сам по себе Абаддон на Хардлайне не стоит. Вот в этом его самая большая проблема. Учитывая, что Хардлайн у него, скорее всего, будет против Драу Рейнджер плюс Шадоу Демон. Шадоу Демон будет один его гонять. А Дровка, ну, потом можно будет просто уйти Шадоу Демона с линии. И Дровка будет сама стоять против Абаддона. И он ей помешать не сможет. Скорее всего. И вот тут действительно уже сложности у игроков из команды Вовас и Найт. Видно, что с пиком они раздумают над этими пиками всеми. И кого они действительно брать, они не очень хорошо понимают. Может быть, кстати, как неплохой вариант, какой-нибудь Акс. Просто для контр-инициации в Дровку, для контр-инициации в Хускара. Или Бэтрайдера. Ну, или какой-нибудь такой же контр-инициатор. Какой-нибудь Клакверк, кстати, мог бы неплохо, мне кажется, сыграть. Против, например, той же Драу Рейнджера. Если она тратит газ, то он в нее врывается, там, Коги, соответственно, и Батриасаут. Может, Дровка и погибнуть в таких условиях. Но снова же. У Клакверка могут действительно возникнуть проблемы на стадии стояния линии. Это Антимаг. И получается Легионка Лесная-Хардовая. Очень любопытный пик. И очень нестандартный, на самом деле, вот этот вот в конце. Но при всем этом не стоит забывать, что, как бы, Антимаг, он с блинком. Что немаловажно. И к Дровке подобраться ему не так, чтобы сложно. При всем этом достаточно быстро фармящий герой в большинстве ситуаций. Особенно, когда у него появляется Батофури. И у него есть шанс, наверное, расформиться. Но при всем этом мы плавно начинаем переходить к тому, что я так люблю упоминать о стратегиях каждой из команд. И так вот, стратегия вокруг Драу Рейнджера, стратегия вокруг Пуша через Драу Рейнджера всегда строится на одной простой истине. Когда Драу Рейнджер набирает силу. И Драу Рейнджер набирает силу очень быстро. И при всем этом эта сила, как я уже говорил, появляется некое окно, во время которого команда с Драу Рейнджерами имеет повышенные шансы на победу, скажем так. Они сильнее в тимфайтах, они сильнее в спушивании. И в этот момент они должны побеждать своих соперников. И если начинать говорить про конкретную игру, то, думаю, это минута где-то 12-13 этого матча. И уже тогда Драу Рейнджер сможет показать свой потенциал. И если на 12-14 минуты ребята перейдут в атаку и спушат все, что могут и будут убивать антимага, то, соответственно, они выиграют эту игру, быстро его спушивая. Это самый простой способ его законтролить. Быстро спушивать или постоянно убивать. Этот антимаг, соответственно, будет постоянно... Будут постоянно его пытаться спушить. Может быть, будет пытаться как-то его зацепить. Но что-то мне подсказывает, что спушить его будет несколько проще. Если он в итоге не расформится, то, ну, в целом, все будет очень даже хорошо для Meme's For Life. Вот если все-таки в конечном итоге не получится спушить, и антимаг успеет расформиться, то, конечно же, игроки из команды Wolves Ignite или Win будут, соответственно, побеждать. И, ну, не знаю, не знаю. Тут как пойдет дело. Как хорошо отыграет Легионка на начальной стадии. Насколько будет хорош Invoker взаимодействовать с своими игроками. Все эти факторы в совокупности и будут определять победу той или иной команды. Потому что, ну, победу... Ну, например, Invoker может легко обеспечивать победы в дуэлях Легионки, если все будет делать грамотно, если будет использовать Sunstrike. И что-то мне подсказывает, что здесь как раз-таки экзортовый Invoker должен появляться. В любом случае, игра начинается, и пока игроки разбегаются по линиям, давайте-ка осветим составы команд. Итак, состав команды Bemis for Life. Поехали. На Бэтрайдере будет играть Сикс Ван. Литиум играет на Драу Рейнджер. На Шадоу Демони играет Эллерет. Хост с точечкой играет на Хускари и Синерджи. Играет на Виспевича. Виспе. Согласен, да. Волвес и Найт. Их состав. Поехали. На Дазли играет Фрости. Грисби будет играть на Антимаге. На Инвокере играет Ребеллион на Лавен. Или просто на Лавен. Сложно понять, кто что. Постоянная перепинговка идет. Ладно, не суть. На Дизрапторе играет Зейнор и Тони Старк. Будет играть на Легион Командере. Легион Командер уже поставил вард, чтобы видеть, чтобы заблочить ближайший к ней толстый спот. В целом, на самом деле, неплохой вардец для Хардлайнера. Ну, первый руно дает виспу, но оно и понятно. Все-таки ему нужно быстренько нахабатить себе на ботлик, учитывая, что это висп медлайновый, который будет помогать Хускару. Ну, и игра, соответственно, начинается. И постоянная перепинговка продолжается. То есть здесь пингуют, а там пингуют. Это показывает по всей мере варды соперника. По крайней мере, пинги, насколько я видел от Бэтрайдера, как раз-таки туда и пинговали, где варды расположены у соперника. Ну что ж, начинается стадия лейнинга, и думается мне, что дабла все-таки должна будет перестоять инвокера. И инвокера, если не будет фармить, то у него возникнут серьезные проблемы. Учитывая, что это инвокер через экзорта, регенерации у него не особо много, то думается мне, что он действительно даже и экспириенса не особо-то много получит. В то время, как стоит агрессивная дабла на нижней линии, это ЛЦ плюс Дизраптор. И на самом деле дабла достаточно любопытная, но при всем этом здесь Шадоу Демон имеется. А Шадоу Демон, как говорится, может очень даже неплохо наспамливать по своим соперникам. И вот сейчас он, соответственно, этот самый наспам и совершает. Но дровка при всем этом немного крипов пропускает. Кстати, вот неплохой скилл на заметочку у любителям ЛЦ. Очень даже хорошо при отпушивании, скажем так, соперников и отсутствии, но очень даже неплохой вариант для ЛЦ. Но я, конечно, понимаю, что здесь, скорее всего, взяты они для того, чтобы легче ставить Хардлайнеру. Но и это немаловажный момент. Ставится пауза Драу Рейнджера, Драу Рейнджер отключается от игры. Судя по всему, есть какие-то лаги и нужно, соответственно, переподключиться. Ну что ж, в это время на своей сложной линии стоит Бэтрайдер против Дазла, соответственно, и Антимага. Если Антимага ему будет достаточно сложно убить, все-таки там имеется Блинк, то вот Дазл, это уже такая сочная цель, и Дазлу здесь надо быть действительно осторожнее. Достаточно будет Бэтрайдера настакать на нем приблизительно 4 стака на Апалма, и можно уже на него лететь и убивать. И вот тогда-то Дазлу стоит быть осторожнее. Что ж, игра возобновляется. Фарм у Драу Рейнджера продолжается. Ну, учитывая, что она под тавр загнана, то не факт, что у него очень хорошо получится пофармить. Причем и всеми силами Дизраптор не мешает, как может. Кстати, вот нужно подальше бегать, все-таки у тебя АУЕшка. Вот теперь уходит подальше. Ну, это время, как мы видим, действительно, в Мидлайне все очень просто. Инвокер без скрипов просто, в то время как достаточно много уже Хускар зафармил. И продолжает, соответственно, еще и Денайти своего соперника, не дает фарма, соответственно, никому. Ну, во всем этом Хускара еще и регенерировать здесь пытается Висп. Ну, очень все хорошо для этого героя. Ну, слишком, я бы даже сказал, хорошо. Ну и вот, соответственно, как-то так пока что начинается игра. И при всем этом, невзирая на то, что вроде бы достаточно агрессивные герои и здесь, и там. Там Бэтрайлер, здесь Хускар, там Легионка с Дизраптором. И могут уже, наверное, пытаться где-то подраться. Но все, собственно, опасаются. Антимаг сильно поставляется. Четыре стака Напалмы на нем висит. Вынужден, он будет сейчас как-то не попадаться, скажем так, под эти стаки. Но в это время Бэтрайлер как бы фармит. И у него уже скоро будет третий уровень, что снова же очень даже для него приятно. Боятся новые стекли Напалмы, а это еще опаснее для своих соперников. Так, так, так. Тем временем Дазу, кстати, в Инвизе заходит на позицию против своих соперников. Может здесь поставится Шадоу Демона. И думаю, это может быть как раз-таки Ферст Блот. Легионка со вторыми отцами. Ой, ее перекрыли, перекрыли. И выход здесь Шадоу Демона не стал он растериваться. Пошел сразу подальше. Есть ли Глимсу Дизраптора? Нет, Глимса нету. И в итоге нападение на Шадоу Демона. Шадоу Демона использует все-таки Дизрапшин. Но в итоге успевает. Легионка дает последнюю тычку. Это Ферст Блот для игроков из команды Волвес и Найт. Отличная игра с их стороны. Молодец, Легионка. Ну и, конечно же, Даззл, который загангал своих соперников, тоже сыграл очень круто. Но при всем этом, как бы, не стоит забывать о том, что, ну, вот здесь был бы, если Вижен на эту руне, то фраг бы, скорее всего, не последовал. Потому что понимали бы, что Даззл с Инвизом. Ну, вот, его не оказалось. Решили, что Вижен вот здесь важнее для Бэтрайдера. Это, кстати, верное решение. Но, а где второй вард от игроков с командами МСФРВ? Все время Бэтрайдер сильно проседает от Антимага. Антимаг-то еще и может блинкануться, мне кажется, и доагрессировать на своего соперника. Хотя трамп-вилки имеются. Транп-вилки сломались. Бэтрайдер мансит продолжает. Но при всем этом Антимаг не успокаивается. Антимаг будет месить своего соперника до последнего. Но, правда, не думаешь, что у него получится убить Бэтрайдера. Слишком уж тот толстый и, что самое главное, зарегенерировавший. Передаю всем привет, кто смотрит меня, конечно же, на Твиче. Ребят, не забывайте, пожалуйста, что у меня идет трансляция. Нужно об игре, соответственно, заботиться. В это время, кстати, погиб Инвокер, когда я к вам делаю обращение. Но это не суть важно. Так вот, Инвокер, соответственно, как я уже говорил, чувствовать себя будет снова очень слабо. Всего один крип зафармлен и всего один за ДНН. В то время как у Хускара 24-10. Что-то это не просто доминация на Мидлайне. Это просто уничтожение Инвокера на этом Миде. И, ну, там должен прописаться какой-нибудь дазов. Но даже если там появится какой-нибудь еще один дополнительный саппорт, все равно Хускара здесь не убить, скажем честно. Слишком уж хорошо себя будет чувствовать Хускар под виском, которого просто постоянно и стабильно хилит. И он как бы, ну, не будет уходить. Так, ладно, возвращаясь, соответственно, к работягам с Твича. Ребят, не забывайте, что у меня, во-первых, матч. Во-вторых, у меня тут задержка пятиминутная. И поэтому, ну, общение как-то, сами понимаете, немножко в разных временных промежутках, скажем так, находится. И, ну, поэтому мне будет достаточно сложно вам, если что, отвечать. Но я вас вижу, я вижу, что вы там что-то пишете. Если что, ну, если буду ловить какой-то момент, то, конечно же, ответить смогу. Так, 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 здесь чуть не подставился сильно курьерно. Но успевают все-таки улететь. Должны были понять здесь игроки из команды. Ой-ой, Инвокер опять же погибает в Мидлайне. И опять же это фраг для Хускара. И продолжается доминация. Причем у него еще пока нету ультимейта. Вот. Вардец-то достаточно агрессивный. Учитывая, что там по куре на стукали, могли бы, я думаю, игроки из команды Мемис for Life заподозрить здесь вижн у соперников. А почему-то, правда, серии Деварда не следует. В любом случае, Трипуа пока что в сложенном, действительно, неплохо себя демонстрирует. Но при всем этом отпустили Бэтрайдера. А Бэтрайдер как бы этому очень даже благодарен. У него и крипы пошли, и антимагу. Он мешает достаточно неплохо у антимага 3-й крипстат на карте. И он даже немножко отстает от Драу Рейнджер, у которой, между прочим, Трипуа в агрессивной лои-йои, тем временем на Драу Рейнджер нападение. Неплохой он для себя выбрал траекторию для отступления. Но при всем этом подставляется Легионка. Гаст в итоге не спасает, соответственно, Драу Рейнджер. И она отправляется в таверну. И снова же важный фраг для игроков из команды Волвес и Найт. Но при всем этом, как бы, вот она основная проблема для средней стадии игры. Хускар под бафами Дровки. А Дровка в любом случае будет бафать. И достаточно просто взять ультимейт и не погибать в замесе. Он же сильно здесь агрессирует на инвокера Хускар. Хускар мог бы и погибнуть. Играет Армлетом, большие проблемы у Дазла. И с Санстрайкой от Эвейдил здесь Хускар. Погибает в это время инвокер. И погибает еще и Дазл. Дабл-Кю для Хускара. И отличная игра от Виспа, который очень вовремя его подсейвил. Ну и, конечно же, игра Армлетиком, как она есть. Молодцы, молодцы. Так, так, так. Я смотрю, там у вас какие-то терки, да, в этом свече, в чей-то чат. Ага, ну ладно. Вы можете, выясняйте, выясняйте. Удачи вам в этом деле, ребят. Удачи. Так, тем временем, опять же, нападение на Драу-Рейнджер. Но ее спрятали в Дизрапшн. И при всем этом глимсанули обратно Дровку. Дровка может или подставиться. Драу-Рейнджер получает от себя дуэли. Скорее всего, проигрывает. Да, именно так случается. Первый дуэт для здесь Легионки. И Легионка делает... Не, не Легионка. Дазу делает еще и второй фраг. И снова же, очень слабо показывает себя пока что. Мемец-Форуайф в их легкой линии. И у Дровки очень серьезные проблемы. Пятый уровень. И почти полное отсутствие артефактов. Очень серьезные минусы. Но при всем этом, вот он он. Вот он он, Хускар, который не страдает. У которого все очень даже хорошо. И, ну, что я могу сказать. Нужно быть осторожнее. В любом случае, Воливес и Найт. Потому что Хускар, как я уже говорил, большая проблема на средней стадии игры, чем Драу-Рейнджер. Ну и что ж. Инвокер здесь, естественно, очень сложно. Как-то будет появляться даже на линии. Просто может у него ультануть. Сейчас Хускар именно он это делает. Играет армлетом. Здесь пытается, конечно, что-то сделать инвокер. И даже дает санстрайк. Но Хускара это не останавливает. И Хускар здесь еще и будет подцеливать тем временем. Висп играет армлетом. А может, кстати, мне кажется, на развороте с Легионкой подраться. Хотя нет. Дазл был на позиции. И с Крестом Дазл бы, конечно, помог бы выиграть дуэль. Я думаю, как раз-таки ЛЦ. В любом случае, еще один фраг для Хускара. И, по-моему, все пять фрагов, да, как раз-таки все пять фрагов Мемис Фарлайф сделаны как раз-таки этим героем. И как же он доминирует. Как же он своего соперника убивает постоянно. Это просто что-то невероятное. Дровка, кстати, ушла с нижней линии в сложную линию против антимага. И мне кажется, это не самый лучший выбор. Потому что без ультимейта антимага, конечно, гонять будет увереннее. Ну, вот, правда, при этом всем они оба пускают фарм. Антимагу, пожалуй, это более критично. У него все-таки нету в команде Хускара 5-0 с Мидуайной и с первым Крепстатом. Я даже не буду пока что включать нетворцы, ребят. Я думаю, так понятно, кто занимает первую позицию. Но здесь как-то спор нет. Время, опять же, нападение на Хускара. Точнее, Хускаром нападение на своих соперников. Дазл можно уже продавать. Но при этом всем как бы Дазл спас инвокера. И, кстати, антимаг все-таки убивает на верхней линии драу рейнджер. И это, по всей видимости, нет, ни слова, фраг. Здесь был дизрафтер с глимсами, который ему, соответственно, помогал в этом деле. Так, вот, время нападения на команд, на ЛЦ. ЛЦ сразу побеждает. И неужели Хускар будет дальше агрессировать? Господи, какой же он агрессор. Играть армлетом даже не требуется. Вот сейчас только сыграет перед тычкой. И все, дальше все нормально. Дальше у него регенерация. Есть холмов доминатор. Он ему поможет. Кстати, с доминатором можно поделать стаки, ребят. Почему? Вот, вот, опять же. Опять команда не делает стаки. Опять же. Инвокер и твой друг с двумя к ММР. ММР не главное, друже. С твича ММР не главное. Запомни это. Я, конечно, понимаю, что в целом, на самом деле, он является неплохим мерилом по уровню понимания доты, по уровню отыгрыша, скажем так, в ней. Но при всем этом, как бы, и на 2К я видел, как ребята играют. Иногда они, действительно, играют лучше, чем на 4К. Поверь, пробовали, знаем, плавли, как говорится. И оно, действительно, по-разному бывает. Ага, я понял. Там, по-моему, у меня ссылки удаляются. Не спам, пожалуйста, друже. Я думаю, тебе сейчас быстро расскажут, что не стоит делать. В любом случае, погиб шадоу демон на верхней линии от руки еще кого-то. Но в это время хускар, как бы, убивая своих соперников дизрафтера, он также убил нападение. Но весь па, виск, вряд ли она все-таки погибнет. Хороший гаст, а драу рейнджер защищает его. И вот она, драу рейнджер, наконец-то, берет свой ультимейт и начинает раздавать уже 30 почти единиц урона тому же хускару. Который, я думаю, ой-ой-ой, здесь инвокер. Как только его увидели, вот у него сразу же большие проблемы. У инвокера должен, соответственно, уже какой-то инстинкт выработаться. Если есть какой-то хускар на линии, то ему нужно сразу убегать. Он должен это понимать. Иначе он действительно просто фидонит своего соперника. Иначе не получится. Так, и на верхней линии по всей мести будет скоро какая-то агрессия. Блинк даггер есть у ЛВЦ. Блинк даггер используется на драу рейнджер. Драу рейнджер погибает сразу. И это фраг для легионки. И что самое главное, еще одна победа в дуэли. 30 уже урона она наворовала. А между прочим, идет 11-ая минута матча. А это очень даже важно, очень важно. Быстро набирать урон на ЛЦ. Особенно против, например, Хускара, который как раз таки именно э за это и не любит своих соперников нападений на Хускара. Дазу. Ой, нападение Хускара на Дазу. Дазу пытается убить. Дазу всеми силами пытается выжить. Но по всей мести не судьба. Не судьба, говорят. Да. Именно так и случается. На фонтане он все-таки, но догорает. Здесь еще и Дизраптор есть, но его при этом всем вряд ли заметит. Хороший вард, на котором могут заметить здесь Дизраптора. Но, по всей видимости, не получится. Дровка, кстати, перетягивается на нижнюю линию, где уже фармит Антимаг. У Антимага, кстати, по всей видимости, да, все ближе и ближе к Баттл Фури. Климора уже имеется. Но, как бы, это тоже не основная проблема. Здесь, как бы, Хускар есть. И Хускар, он слишком хорошо себя чувствует. Драгонлайнс имеется. Все необходимое имеется. Нетворс у него 7500. И на 4000. Ой, на 3000. Он обгоняет Антимага. И это уже немаловажный момент. Начинает падать Тер-1 Тавр. Улетает куда-то Виспы. Улетают они по всей видимости на Антимаг. Как раз-таки Антимаг, Блинк Аут. И его здесь не поймать. Гаст, хорошая дровка. Дровка пытается с Фрост Арус как-то помешать. Но здесь Блинк вкачан в троечку Антимага. Это такой эскепич Антимаг. Но перерез к нему отправляется. Здесь Бэтрайдер. И у него есть ультимейк. Цепляет он Антимага на хостей. И начинается у него проблема. Антимаг все-таки дает Блинк Аут. И в итоге выживает. В это время Хускар убивает своих соперников. Убивает Дизрафтера. И забирает себе Годуай. Куда-то не туда у меня камера произвела. Так, так, так. Продолжаем наблюдать. В это время Легионка погибает от Драу Рейнджера. Хускар прыгает дальше. Какой агрессор. Убивает еще и Дазву. Убивает и Инвокер. Это минус 4 в обмен на одного Виспа. Трипл Кью для Хускар. Невероятная игра со стороны игроков команды Вимис Фору Вальф. Так, так, так. И Хускар уже начинает собирать себе, по всей видимости, это будущее Алибарды, чтобы дезармить своих соперников. Кстати, регенерация неподалеку. Хускар могло быть это не безинтересно. Хотя Хускар в целом, на самом деле, достаточно неплохо себя чувствует. Вот еще и Висп прилетает. И сейчас Висп, наверное, как раз-таки пойдет контролить руну, когда захилит как раз-таки Хускар. Именно этим он и занимается. Так, руну попинговали на руну. Должен, наверное, Висп ее забирает. Все. Но здесь с этим вопросом можно считать, что он закончен. Кстати, еще и Курьера где-то подрезали у игроков из команды Сил Тьмы. Так, дезераптор на позиции Варди. То же самое собирается делать Дазл. Но им нужны какие-то очень нестандартные Варды. Вот этот Вард, пожалуй, не самый лучший. Он ближе к атакующим, скажем так, а им нужно защищаться. Вот если бы Вард где-то вот здесь, а вот этот вот, подсвечивая эту часть, вот было бы уже, наверное, пополезнее. Но да не страшно. Драу Рейджа тем временем динает на нижней линии Тавр. И, ну, лишает, конечно же, бонусной голды своих соперников, что уже неплохо. И при всем этом подфармивает, подфармивает, что тоже для нее очень даже круто. Появится на ней какой-то Драгон Уэнс и будет она просто, конечно, супер круто. Но в это время, как бы, Хускар уже сам разбирается со всеми соперниками. И это тоже немаловажный момент. Так, Даззл, ну, Даззл здесь не зацепить так просто здесь. Хотя нет, прыгает куда-то там Хускар, соответственно, с виспом. Ставится сразу же неплохой Кинетик Фью для Дизраптора, чтобы спасти себя. Но в это время, как бы, продолжает жить. Три секунды, две секунды не успеет. Не успеет, просто разорвает привязку. Улетит один висп, а здесь остается только Хускар, Хускар. Наваль по своему сопернику убивает его в конечном итоге. И Хускар самого отправляет на Слисна обратно. Ну, и что я могу сказать? Еще один фраг и все больше и больше их забирает. И вот, кстати, вовремя на позиции. Увидел, кстати, она курьером могла бы, наверное, попытаться подрезать. Бэтрайдер в инвизи. Ну, а Бэтрайдер в инвизи под фаерфлайм. Это не самая такая незаметная единица. Все-таки за ним такой вот след огня. Но подлетает он все-таки в газу незамеченном. Зацепил он его. Да, здесь сразу его сейвит тем временем. ЛЦ, кстати, вот же она, отличный сейв против него. Но тем временем, да, он не самый лучший для себя использует крест. И в итоге отправляется в таверну от руки Виспа. И, думаю, ТР-2 Тавр на мидлайне, конечно же, сразу же начнет страдать. В это время максимально, с максимальной пользой пытается провести время антимаг сплитпуша своих соперников. Но уже притягиваются, скажем так, игроки из команды Мемес Форуайфу на нижнюю линию. Где будет, наверное, идти дальше до ТР-2 Тавра и забирая его, соответственно. Хотя, на самом деле, Хускар, мне кажется, мог бы сейчас при поддержке Виспа заходить на Рошина и пытаться его забрать. Мне кажется, уже можно, как раз-таки это время пришло. Убийство, соответственно, такого героя. Наконец-то он использует доминатор и забирает себе Дикокрыло или как-то. Да, вроде Дикокрыло написано. Ну и что ж. Должны, должны, конечно же, запушить этот Тавр. Учитывая, что еще и Глифа нету противников. Ну, нет, это просто какой-то странный ультимейт. Может быть, просто чтобы сбросить с себя хитпоинты и дать себе скорость атаки лишней. Но в наглую здесь Хускар очень быстро расправляется с этой Центавром. И продолжает, причем, пуш. Не хочет сдаваться. Немаловажно. Так, на плюс армор он взял себе крипа. Кстати, неплохой вариант, потому что армор очень важен. Сейчас играете все-таки против Элцеда и Дазва. А эти герои очень любят, на самом деле, забирать лишний армор у, соответственно, союзников. У соперников. И давать лишний союзникам. И, ну, лишний раз укрепиться. Особенно такому тоненькому по армору персонажа, как Хускар, было бы не лишним как раз-таки. Ну, Хускар уже 19 армор имеется. Ой, как далеко залетает Хускар. Хускар цепляет, конечно, в итоге, Дазва. И здесь неплохой Сартик Шторм ставится, тем временем, Дизраптором. Но это его не спасает. Его просто уничтожает Хускар и продолжает нарезать. Еще и тычечка по Дазву. Дазву не факт, что выживет. Хотя нет, с этим у него уже есть захил. И в итоге все будет нормально. Но теперь Тритавра начинает падать. И его нечем защищать. И, ну, не знаю, не знаю. В это время, как бы, антимакс сплит пушит. Да, у тебя есть Балтуфури. Да, ты неплох. Но при всем этом у тебя падает, соответственно, Хата. Хата, как говорится, горит. Начинает падать, соответственно, Барак. Барак уже серьезно. Барак уже нужно чем-то дефить. Хускар без хит-поинтов. Очень рисково, кстати, мог бы пытаться ворваться в него Легион. Но при всем этом Креста нету пока что у Дазва. Всего лишь первый уровень кулдаун целая минута. Ну и что ж, просто забрали Барак основной. И оттянулись, соответственно, игроки из команды MS4Life. Не будут они здесь, хотя нет Хускар на позиции. Хускар неужели будет все-таки допрыгать в инвокер. Винвокер получает из себя ультимейт. Хускар впрыгивает, кстати, к Шторм. Уничтожает, конечно, в итоге Хускара. И на глимсе возвращает обратно, кстати, такой спасательный глимс. Ближе к таким вот глимсам. Ну и что я могу сказать? Очень сложно сейчас что-то будет сделать игрокам из команды WoW in Night против такого Хускара. Против настолько развиженного противника. У него в два раза больше Нетворс, чем у антимага. И это тоже очень крутой показатель. Так, ЛЦ. Ну, что-то там делать непонятно. Ну, да ладно. Шадоу Демо, кстати, приобрел себе гем. Ну, ребята готовятся, как говорится, к финальной номинации. Вот он, заход на Рошана, который я, на самом деле, ожидал до толка. Ребята зайдут на хайграунд. Но в целом, почему бы и нет? Учитывая обстоятельства, более чем неплохая идея. Кстати, Хускар себе приобретает Хурикейн Пайк. Кстати, забор Рошана, скажем так, попытку его убить, замечает Легионка своими отцами. Но не думаю, что она будет пытаться туда врываться. Хотя попробовать может. По всем этом, она должна понимать, что она легко погибнет. И, кстати, туда ставит опс. Именно на такую ситуацию Шадоу Демона. Вот она, грамотная игра саппортов. Хускар с Аегисом. Все готово. И неужели... А, может, просто хочет зайти и казарму добрать последний? Ну, смысла вроде бы особого нет. Линия как бы и так пушится. Что и требовалось ожидать. Не знаю, чем-то. У меня по всей миссии немного подглючил твичи-чат, когда я, соответственно... Вот, если же он не считал, тем временем... Хускар инициация неплохая. Дизратор-дизратор погибает в своем собственном статике к шторме. То же самое можно сказать и про инвокер. Он погибает в своем собственном статике к шторме. Но вы понимаете суть. И в итоге это даблкил при заходе на мидлайн. При наличии еще и Аегиса у Хускара. Да, здесь пытается что-то делать, конечно же, легионка. Но при всем этом слишком быстро падает Тертритавр. И спушить как раз-таки получается. Антимаг занимается тем же, чем обычно и занимаются антимаги. Фармит и пытается сплитпушить. Но соперники на это не ведутся. Они просто добирают оставшиеся стороны. Минус еще один барак, соответственно, уже на мидлайне. Должны добирать еще и рейнджовый. Остается только на нижней линии рейнджовый барак. И его по всей миссии тоже. Сейчас будут добирать. И, ну, здесь уже доминация по гауде свыше 15 тысяч. Это некомбикабельно для 19 минуты. И, ну, соответственно, что я могу сказать? Очень сложно сделать легионка. Дуэль в Виспе. Виспе, наверное, по всей миссии не успевает убить. Это изи дуэль для Виспе. Витчинс первый может одеваться в керри. Тем временем попытка что-то сделать Дизраптор. Но в итоге отправляется, наверное, даблкил для, соответственно, Хускара. И еще и Дазл подставляется, наверное, очень сильно под Бэтрайдера. Попытка его убить будет. Но, нет, он все-таки захиливает себя крестом. Но его просто добивает Хускар. И в итоге три пакета для Хускара. Минус четыре. Для Волвес и Найт начинает падать ТР4 Тавер. Очень быстрая в очередной раз победа. От Мемес Воруайф. И я не знаю, это... Ну, Антимаг. Антимаг во спикапе. Вот что мне, пожалуй, не нравится. Нужен был агрессивный, хороший агрессивный герой. Его не появилось. Это появился Антимаг. И, да, идея в целом не такая, чтобы прям ужасная. То есть, в целом, ты Хускар... Ой, я тебе, блин. Попытка что-то Инвокеру сделать Хускару. Инвокер просто ничего не успевает сделать. Он погибает от Хускара, который, ну, играть с Шарлетом можно. Не получилось играть. Все-таки погиб от, соответственно, Дизрапторовского от Хандер Страйка. Но при всем этом Энсин начинает падать. Все меньше и меньше здоровья остается. ГГВП написал тем временем Хускар. Ой, какие большие проблемы тем временем случились. У Антимага только он появился. Но в это время Элцэ вроде бы разбирается с своими соперниками. Даже дуэли использует. Но она дарит урон Драу Рейнджер. А от Энсин, кстати, все меньше и меньше хитпоинтов. И он падает. Что ж, очередная победа для Мемес Воруайф. Поздравляем, ребят, с победой. Это невероятно крутая игра. Молодцы, ребята. Все очень и очень хорошо сделали. Очень хорошее исполнение стратегии через Драу Рейнджер. Но здесь, конечно же, в основном хочется похвалить связку Висп плюс Хускар. Которые невероятно сильно сдоминировали на Медлайне. Очень сильно мешали инвокер. Настолько, что он просто не фармил на линии. И столько фрагов, конечно же, не прошло незамеченным. Невзирая на то, что вроде бы в триплой в сложные ребята из команды Вольвес и Найт выиграли. И ЛЦ не хватило как-то вот агрессии. Не хватило вот этого вот нахрапа, скажем так, чтобы убивать своих соперников. Может быть, если он сыграл через какой-нибудь очень ранний Блэдмэл. Буквально после ПТ-шки сразу Блэдмэл. И попробовал таким образом убивать Хускара. Может быть, что-то и получилось. А так через Даггер, ну, сами видите, результаты. Ну и что это? Пожалуй, все, что я могу сказать по этой игре. Здесь больше-то и обсуждать-то в целом нечего. Ну и ластпик антимага разве что. Вот который, ну, мог бы сработать стратегией. Ну, скажем так, на бумаге. Но при всем этом на практике, сами видите, что получилось. И, ну, покритиковать, конечно же, этот пик хочется. Учитывая, что это был ластпик герой. Нужен был какой-нибудь керри герой поагрессивнее. И, возможно, побыстрее фармящий. Может быть, что-то было бы идеальное через гирокоптера и, соответственно, стак энсиентов. Вот что-то из такого разряда. Ну что ж, пока что на этом я с вами прощаюсь, ребятки. Увидимся после перерывчика небольшого. Уже, соответственно, на финале этого фасткапа с вами был Блэйдрандер. И это, ребят, любите красивую доту.